Здоровье Хвори и болезни? Нерадостная картина, правда? Но даже если тело обречено стареть, не думайте, что хождение в поликлинике от врача к врачу – это неизбежность. Гены отвечают только за треть проблем, связанных со старением. Остальное – результат вашего образа жизни и решений, которые вы принимаете. О науке старения поговорим сегодня с нашими экспертами. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии. Светлана Булгакова, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по гириатрии и доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Романчук, заместитель главного врача Самарской клинической гириатрической больницы, кандидат медицинских наук. Добрый день. Добрый день. И Наталья Захарова, профессор кафедры гириатрии и возрастной эндокринологии Самарского медуниверситета, доктор медицинских наук. Профессор, добро пожаловать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие главные возрастные проблемы возникают после… ну даже не буду сейчас говорить после скольки, да? То есть каковы эти главные возрастные изменения? По мере старения человек начинает замечать некоторые изменения в своем состоянии. И даже он может их сначала не связывать со старением. Но все-таки вот стиль жизни человека меняется. Он меньше двигается, он меньше общается порой с людьми. И как-то прибавляет некоторые люди вес. И первое, на что потом, так сказать, указывает возраст – это боль в суставах. Вот проблема в суставах даже при наличии самых тяжелых заболеваний – сердечных, мозговых. А вот наш пациент, он в первую очередь заводится на что? Доктор, у меня болят коленки. То есть опорно-двигательный аппарат – это та мощная система, которая стареет достаточно рано, если ее не тренировать, если ее запустить. Второй момент, конечно, это проявление со стороны центральной нервной системы. Но это уже в более старшем возрасте – забывчивость, какие-то нарушения памяти, головокружение. Это все проявление старения сосудов. И вообще определяет возраст человека, возраст его сосудов. И вот сосудистые возрастные, даже изменения, не связанные с болезнями, они уже дают некоторые симптомы. И поэтому сейчас большой акцент делается на тренировку не только мышц, суставов, вот эти фитнес-тренажеры, но и тренировка памяти, интеллекта. То есть целый ряд программ разрабатывается для того, чтобы человек тренировал свой мозг, и мозг не старел. Но по мере старения все-таки я хочу сказать, что старение – это не трагедия. Старение – это триумф цивилизации. Мы достигли того, к чему стремились, что жить стал человек гораздо больше. Но второй вопрос – а как он живет? Вот качество его жизни. И порой люди, которые достигают больших возрастов, чувствуют себя не очень хорошо. То есть возникает болезнь, вот тот симптом полиморбидности, возникает нарушение психологических проблем, проблема одиночества, потери близких. То есть вот это все накапливается в целый такой клубок, который и создает порой неприглядные впечатления о старости. А задача всемирных геронтологов создать такую ситуацию, чтобы старость у нас ассоциировалась с какими-то большим количеством положительных эмоций. Петр Иванович, вот проблемы с сердцем, с сосудами, с суставами, внешние проявления признаков старения – это одна сторона старения. Другая сторона, вот часто про стариков говорят, он как ребенок. Что происходит с нашей памятью и с нашим интеллектом? Ведь на самом деле это тоже очень большая проблема. – Совершенно верно, как было уже сказано, и вам вначале необходимо отметить как бы с приятной новостью, что все-таки наука на сегодняшний день доказательно, убедительно показала, что нервные клетки восстанавливаются. – Да, во всю жизнь нам говорят обратное. – Поэтому Наталья Олеговна правильно отметила, что надо тренировать мозг. Вот с утро вещей хотелось бы сделать акцент, как вы в начале передачи сказали, что на состояние здоровья, в том числе и пожилого человека, 50% влияет этот образ жизни. Об этом надо не забывать. 20% – это экология, 20% – генетика, и 10% – это уровень и качество медицинского обслуживания. Что касается забывчивости, здесь бы хотелось, чтобы была проведена некая такая красная линия – забывчивость возрастная и забывчивость вследствие заболевания. Потому что если обратиться к науке, то есть там легкие нарушения, умеренные. – Мы про возрастную, наверное, все-таки с вами сейчас больше говорим. – Да. Забывчивость, нарушение речи, внимание, расстройство поведения – это такие когнитивные нарушения, на которые можно повлиять. И в процессе передачи мы, скажем, дадим некие рецепты, как можно тренировать мозг, как можно отсрочить эти возрастные когнитивные нарушения или по-простому забывчивость. – То есть они не являются неизбежными, хотя бы сейчас об этом скажем. – Я хотел бы сказать, что они не являются неизбежными. Вот те, кто занимается умственным трудом, вот наши коллеги преподают, в них забывчивость может наступить и в 100 лет. А кто после 60 лет думает, он выходит на пенсию и будет заниматься только на огороде, физическая активность – это да. Но если мы не будем нагружать мозг, кроссворды, головмоломки разные, игра в шахматы, вот, то… – Не зря пенсионеры с кроссвордами-то все-таки сидят. Мы с вами с самого начала говорим о гериатрии, о геронтологии. Думаю, что не всем знакомы эти понятия, наверное, стоит прояснить, да? – Геронтология – это очень интересная наука, и, в принципе, если переводить дословно с греческого, то здесь два слова. Геронтоз – это старение, логос – это наука. Получается дословно – это наука о старении. Это наука, которая изучает биологические, медицинские, социальные, психологические, гигиенические, экономические аспекты старения. То есть вот такая многообразная и огромная дисциплина всеобъемлящая. Гериатрия – это как бы структура геронтологии, которая изучает медицинский аспект старения. То есть что именно? Это причины развития заболевания, механизм развития заболевания, профилактику заболевания, лечение заболевания. То есть медицинские аспекты. И, безусловно, каждый человек хочет жить не только долго, но хочет пребывать в здоровье физическом и умственном. Это так называемое активное долголетие. И вот здесь на помощь как раз-таки приходят врачи-гериатры, которые помогут продлить именно активное долголетие. То есть физическое и умственное благополучие. Вот есть такая статистика, что 10 лет назад в России доля пожилых людей составляла 16% от общего количества населения. Сегодня 28-29%, ну а через год-два это уже будет 30%. То есть фактически каждый третий житель России будет пожилым человеком. Вот в связи с таким увеличением этой категории населения, оказание медицинской помощи пожилым требует ли каких-то особых подходов? Я вот хочу сказать, что подход, например, к ребенку, оказание помощи в педиатрической службе, ни у кого не вызывает сомнений, что это нужно. Но если раньше действительно всегда было больше детей, то сейчас правильно вы отметили, что увеличивается количество пожилых, причем самых старых, так называемых old-old people, те, которым за 80, это наиболее быстро увеличивающаяся часть населения. И, конечно, здесь подход нужен особый. Во-первых, сам организм меняется. Меняются процессы всасывания, восприятие к лекарствам, и отношение к миру меняется у человека, его сознание. В какой-то степени он взрослеет, он становится более мудрым, а медицинские подходы, они тоже особые. То есть мы имеем и гериатрическую медицину, которая уже, в общем-то, многие годы существует. И связано это с тем, что приходится лечить порой не одно заболевание, а сразу нескольких болезней у одного человека. И ведь лечишь одно, люди повторяют, а калечишь другое. Но вот надо суметь так лечить, чтобы не навредить, не повредить другие системы человека, которые и так страдают из-за возраста или из-за сопутствующих заболеваний. Поэтому я хочу сказать, врач-гериатр и гериатрия – это искусство. Это не только наука, медицина, это еще и искусство. И поэтому врачи-гериатры – это специалисты высокого класса, которые, ну, в общем-то, почитаемы во всем мире. И в задачу их исследований и, так сказать, сферу интересов входят не только вот старенькие люди, которым нужен, может быть, в большей степени уход, социальная поддержка, но и медицинская тоже. Но и более молодые люди, которые за 39 лет, которые не хотят быстро стареть. Потому что мы с вами не поговорили о таком моменте, что бывает здоровое старение. Это понятие, созданное и обсуждаемое Всемирной Организацией Здравоохранения. А есть патологическое, ускоренное старение. И, к сожалению, вот ученые наши, геронтологи, гериатры, говорят, что Россия-то как раз страдает тем, что мы отмечаем у наших молодых людей процесс ускоренного старения, на что имеется очень много различных причин. Не хочу сказать, что это система, но участковые терапевты пациентов пожилых не любят. И очень часто люди жалуются на то, что пришел к доктору, а доктор говорит, ну что вы хотите, у вас же возраст. Ну, есть это явление в нашей жизни. И поэтому сейчас я как раз хочу, чтобы мы вместе с нашими зрителями сходили на экскурсию в медицинское учреждение, где пациентам так не говорят. Пожалуйста, лежите спокойно. Исследование займет несколько минут. Николай Акимов врачей посещал нечасто. А тут вдруг пошла носом кровь, сам остановить не смог и оказался на больничной койке. О том, что существует гериатрическая больница, Николай Петрович раньше не знал. Тем приятнее было удивление, когда через 10 дней пациент почувствовал себя как новенький. Очень чистенькие палаты, хорошее питание, чуткий обслуживающий персонал. И днем, и ночью, и в любое время. Я попал в воскресенье, и где-то часа в два, и три часа мне уже систему поставили. В арсенале клинической гериатрической больницы самое современное оборудование. Например, аппарат, определяющий биологический возраст сосудов. Известно, что здоровье человека зависит от состояния его артерий. Прибор одновременно измеряет давление на руках и ногах и снимает электрокардиограмму. Если обнаруживается, что биологический возраст значительно больше календарного, пациенту назначают соответствующее лечение. Через год, через два, через пять лет повторно обследовать человека и выяснить, улучшается ли ситуация при адекватно назначенном лечении, при адекватной профилактике. То есть это обратимо? Естественно, в определенных пределах это обратимо. Хрупкий пациент – так называют людей с синдромом старческой астении. Она характеризуется снижением памяти, высоким риском падения, остепорозом, нарушением сна и целым комплексом хронических заболеваний. Гериатр не занимается крепкими пациентами, одним в ведении терапевтов. Гериатрия – это нечто среднее, что позволяет предотвратить зависимость и инвалидность. Для этого надо обладать определенными знаниями и навыками, знать, как взаимодействуют лекарственные препараты между собой, как их назначать, по какой схеме, какая длительность, какая дозировка. Она тоже не такая, как у человека трудоспособного возраста. Поэтому именно в нашей больнице, на базе нашей больницы работает кафедра гериатрии Самарского государственного медицинского университета, где проходит первичная подготовка. И у нас сконцентрированы сейчас ведущие специалисты-гериатры, консультируют профессора и доценты. Невозможно лечить все, чем болеет пожилой человек, когда у него 6-7 заболеваний. Гериатр определяет самую важную проблему, которая ухудшает его качество жизни. И потом начинает целиориентированную терапию. Хрупкость нельзя лечить только таблетками, так же, как синдром одиночества. Именно специалист, изучавший особенности физиологии пожилых людей, сможет помочь наиболее эффективно. Наверное, удивление, в первую очередь, это первое чувство, которое посетило меня. Современное, хорошо отделанное учреждение. Как вообще на сегодняшний день вы видите его статус в системе здравоохранения нашей? Ну, хочу сразу сказать, что мы любим наших пациентов. Любим, всегда их ждем. И не говорите им, что же вы хотите, у вас же возраст. И ждем их круглосуточно. И ждем их и в субботу, и в воскресенье. Затем, у нас действительно специализированные учреждения, которые оказывают гериатрическую помощь. И не зря мы сегодня обсуждаем такие многогранные вопросы с учетом полиморбидности. Кроме классического учреждения, кроме, скажем так, классического стационара, у нас есть кафедра гератрии и возрастной эндокринологии. Вот, Стана Викторовна. У нас есть кафедра факультетской терапии. Олег Винаминович Хатенков, профессор. У нас есть кафедра психиатрии, психологии, психотерапии, которую заведует профессор Романов Дмитрий Валентинович. То есть, если нам надо провести консилию, мы не можем разобраться в сложности такого полиморбидного пациента, мы привлекаем наших коллег. Второе отличие. Мы работаем не как другие стационары в плане стандартов лечения. У нас создано благодаря кафедрам, которые я перечислял, клинику профильная группа, которая учитывает, где ведущие заболевания, скажем, церебральный трансфероз, или нарушение ритма, или пусть это будет пилонефрит, где сопутствующее, оно какую роль играет в структуре, какое заболевание надо решить в первую очередь, какие дозы подбирать, как надо учитывать такие, когда мы говорим полиморбидность, 5-7 заболеваний, они, возможно, на участке, и не совсем, можно там разобраться, не надо их как бы в этом винить. Стационары нам легче. Следующий такой хороший момент, у нас благодаря сотрудничеству с медицинским университетом создаются такие мультидисциплинарные выездные бригады. То есть у нас есть возможность, благодаря нашему министерству, выехать в любую центральную районную больницу, можно выехать в любой отдаленный ФАП, и там провести как прием, так и разобраться с их статистикой, провести анализ, почему там заболеваемость отличается от госпитализации, почему там отличается первичный или повторный выход на госпитализацию, почему там бывают частые вызовы скорой помощи. Такая возможность есть, и у нас в этом очень хорошо оказывает помощь медицинский информационный центр. Люди ведь боятся стареть еще и главным образом из-за того, что понимают, что они будут болеть, и боятся, что они не будут получать своевременную квалифицированную помощь именно в этом. Мы нашим пациентам при выписке даем на амбулаторный уровень все рекомендации, очень подробные выписки, к нам пациенты возвращаются, часто звонят. Конечно, по требованиям программы обязательного медицинского страхования мы не всегда можем их принять, потому что это будет повторная госпитализация. Но проконсультировать, оказать помощь даже без госпитализации, мы всегда рады, и это с удовольствием оказываем. Самарская область в числе немногих регионов России становится территорией заботы. Что это за проект, и что получат жители области в результате его реализации? 2016 год оказался для гириатрии знаковым. Почему? Потому что, во-первых, усовершенствовалась нормативно-правовая база. В 2016 году вышло распоряжение правительства Российской Федерации под названием «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года». Далее, следом за ним, практически вышел порядок оказания медицинской помощи по профилю гириатрии. И 28 октября 2016 года состоялось всероссийское совещание, в городе Самаре стояло всероссийское совещание по вопросам оказания медицинской помощи по профилю гириатрии. Приехали делегаты из всех субъектов Российской Федерации. Было более 400 человек. Представители министерств здравоохранения, главные врачи. И обсуждались как раз-таки вопросы по оказанию гириатрической помощи. Проводило совещание заместителя министра здравоохранения Татьяны Владимировны Яковлева. В своем выступлении она отметила, что необходимо брать пример Самарского региона в плане оказания гириатрической помощи. То есть в Самарском регионе гириатрическая помощь организована на высоте. Она имеет очень давнюю историю. Какие цели пилотного проекта, который называется «Территория заботы», и будет он идти с 2017 по 2019 годы. То есть три года у нас на реализацию этого проекта. Цель проекта – это совершенствование структуры гириатрической службы согласно порядкам оказания медицинской помощи по профилю гириатрия и приведение к единой модели во всех субъектах Российской Федерации. Что происходит сейчас? Не каждый субъект оказывает, к сожалению, гириатрическую помощь населению. А разные субъекты имеют различные модели оказания гириатрической помощи, гириатрическую службу. Поэтому цель пилота – еще и унифицировать именно гириатрическую службу по единой модели. Но выбор пал, и вошли в пилотный проект шесть субъектов. Это пять областей и одна республика. Сейчас в регионе у нас есть и гириатрический центр, и клиническая гириатрическая больница, и госпиталь для ветеранов, воин. То есть у нас есть и стационарный вариант оказания помощи, и гириатрический центр. Как сказал Петр Иванович, там различные специалисты. Мы готовы консультировать. Собственно, мы это и делаем. Вот таким образом. Кроме того, на базе Самарского государственного медицинского университета есть институт сестринского образования. Потому что без медицинских сестер мы ничего сделать на самом деле не можем. Это обучение на додипломном и постдипломном, соответственно, этапе. Поэтому Татьяна Владимировна Яковлева, собственно, и отметила Самарский регион. Она отметила, что именно единство действий практического здравоохранения во главе с Минздравом Самарской области, социальных служб во главе с Министерством социально-демографического развития семейной политики, а также Самарского государственного медицинского университета в плане организации, становления, развития гириатрической службы, они, собственно говоря, едины эти действия и привели к такому хорошему результату. И мы вошли в пилотный проект. А что получим мы, жители Самарской области? Как мы должны ощутить, что мы живем на территории заботы? Ну, на самом деле, мы ощутим, каким образом. Как я уже сказала, цель пилотного проекта – это совершенствование структуры оказания гириатрической помощи, структуры гириатрической службы согласно порядкам оказания. Это трехуровневая система. Это, разумеется, повысит и качество, и доступность оказываемой помощи населению Самарской области, и вообще, в принципе, жителям Российской Федерации. Трехуровневая система, она что подразумевает? Это амбулаторно-поликлинический уровень, он первый. Да, там врачи различных специальностей, потому что это междисциплинарная проблема, межведомственная проблема оказывают помощь. Далее уровень стационарный. Ну, это вот Петр Иванович уже рассказывал об этом, мы видели ролик. У нас два стационара – это клиническая гириатрическая больница и Самарский госпиталь для ветеранов воин. И третий уровень – это гириатрический центр, областной и федеральный. При Самарской клинической гириатрической больнице есть центр, и федеральный центр – это московский центр. Ну вот немножко разобрались с территорией заботы. И тема наша сегодняшняя была настолько серьезной, что, в общем-то, пролетела программа-то незаметная, и мы только-только начали выяснять, что же происходит с нашим организмом, почему он стареет. Но такой немаловажный фактор – стареть-то все равно никто не хочет. И, наверное, каждый мечтает узнать какие-то секреты, а что вообще можно сделать для того, чтобы, ну, как-то замедлить, отсрочить этот процесс. Перед эфиром мы с Натальей Олеговной договорились о том, что наши гости придут к нам обязательно еще раз, и мы посвятим этому целую программу, потому что разговор будет опять длинным и серьезным. Кстати, для вас специально подготовила еще данные об исследованиях западных ученых, но с этого мы начнем следующую программу, оставляем такую некую интригу. Большое спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, и мы начали этот серьезный разговор, подчеркиваю слово «начали». Но сейчас будем подводить итоги сегодняшней программы. Конечно, старение – это естественный процесс, и мы не можем предотвратить, а уж тем более побороть его. И все же не забывайте никогда не поздно сделать свою жизнь более яркой и предпринять правильные шаги, которые помогут прожить зрелость, как золотую осень жизни, оставаясь полным энергии и жизненных сил. До свидания. Спасибо.